Жестокая расправа в центре Мариуполя. Рано утром в своем авто подорвали полковника контрразведки СБУ Александра Харабирюша. Как это было, подробнее расскажет Олег Решетняк. Утро в Мариуполе на часах 8.30. Черный джип Toyota начинает движение. И буквально за доли секунд раздается взрыв. Звук был такой силы, что в соседних домах повылетали стекла. Я же была там стояла. Все на улице стекла. У меня такое впечатление было, что у нас начали бомбить. Совпадений или нет, но всего в нескольких метрах от места инцидента находится центральный райотдел полиции. Услышав звук взрыва, уже через пару минут правоохранители буквально вышли на место события. А спустя еще некоторое время прибыли почти все силовые подразделения и спасатели. На место подии сразу прибыли сотрудники МНС, патрульные полиции и национальные полиции в Донецкой области, а также сотрудники СБУ. С метою забезпечения безопасности было оцеплено место. Позже выяснилось, за рулем взорванного внедорожника был замначальник отдела контрразведки Донецкого управления СБУ, полковник Александр Харабирюш. Спиробедник СБУ, фактически руководитель контртеррористического подраздела Донецкого управления СБУ, загиб в собственном автомобиле, вбылся выбух, он втратил обе ноги и от кровотечия помер в шуткой докумозе. Харабирюш родился в Донецке, ему было 40 лет. До войны занимал должность начальника управления военной контрразведки СБУ Донецкой области. Когда в 2014 году Донец захватили боевики, продолжил работу в Мариуполе. У полковника остались двое несовершеннолетних детей. В Мариуполе усилили патрули. По тревоге подняли весь личный состав полиции. На блокпостах тщательные проверки. Для того, чтобы оперативно перекрыти территорию места, возможны шляхи отхода злоумисленников. И для того, чтобы в месте среди населения не было паники. Правоохранители пообещали сделать все, чтобы найти и наказать виновных. Глава службы безопасности Украины Василий Грицак пообещал, такой долг СБУ отдаст быстро. Олег Решетняк, Елена Кагал. Подробности телеканал Интер.